господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного рассматриваем жития святых во свете библии чтобы на все смотреть открытым оком вопрос 1905 по каким признакам можно узнать что введение явился не кто-то а сам враг душегубец ответ нужен навык и лучше вообще никому не верить и не жаждать никаких контактеров говори себе что ты не достоин самые известные святые случалось обольщались и принимали сатану за ангела и даже за христа второе користи 11 14 и неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света Мартин милостивый 12 октября цитата тогда сатана попытался обмануть и прелстить святого принятием вида ангела светлого ибо как говорит апостол иногда и сам сатана принимает вид ангела света и вот в один день он предстал Мартину во время молитвы предшествуемой окруженный пурпуровым светом облеченный в царскую одежду украшенной корона из жемчуга и золота в сандалиях покрытых золотом с веселым и радостным лицом при виде этого необыкновенного дивное явление Мартин пришел сначала в сильное смущение и оба они долго хранили молчание наконец дьявол сказал узнаешь ли Мартин кого ты ныне видишь я христос прежде нежели снова явиться для своего второго пришествия я вас хотел открыть и тебе святой помедлил и не дал никакого ответа почему же сомневаешься веровать в видение сказал лукавый я христос тогда Мартин повышение духа святого познал что это дьявол и сказал господь моисус христос не обещал что он явится в пурпуре и блистательной короне я не хочу верить что вижу возвращение христа пока он не придет в том же самом виде в каком он пострадал и прежде всего не покажет видимо тех ран которые он претерпел на кресте тогда дьявол исчез как дым и наполнил келью таким страшным смрадом что не оставалось никакого сомнения что то был дьявол сергий нуромский 7 октября однажды преподобный павел вышел из кельи своей желая походить по пустыне когда он возвратился назад то увидел что кель его разметана сверху до основания видя себе великий отец наш павел как человек устрашился скорбно испуганный пришел к преподобному сергию и рассказал ему о случившемся преподобно же сергий счел сие за бесовской мечтали сказал иди брат павел ты найдешь свою келью не разрушенную и напомнил ему пророческое слово бог нам прибежище и сила псалом 45 2 действительно великий павел возвратившись себя нашел свою келью целой невредимой как сказал преподобный сергий однажды пришел преподобный сергий святому павлу ради духовной беседы и нашел его стоящим возле кель и кормящим птиц из рук своих множество птичек сидела на голове и плечах преподобного перед ним же стояли огромные зверь медведь лисица и заяц так даже бессловесные были привлекаемы любовью к пустыножителю бессловесные привлекаемые от людей убежал на то смех один вопрос 1906 бог дал силу своим ученикам наступать на силу вражью но силе вражью многое еще попущено делать святые страдали от этих темных сил чтобы им были утеснение от них вопрос задавец страдали деяния 19 6 и бросился на них человек в котором был злой дух и одолевых взял над ними такую силу что они ноги избитые выбежали из того дома ответ разные случаи и такие есть когда дьявол уносил даже раны верующим тащил их бил едва живыми их находили и его праведно он поразил болезнями 2 коринфя 11 7 и чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровение дано мне жало вплоть ангел сатаны удручать меня чтобы я не превозносился откровение 13 7 и дано было ему вести войну со святыми и победить их и дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем но жизнь отнять не дозволено и в 2 6 и сказал господь сатане вот он в руке твоей только душу его сбереги 1 явно 4 4 дети вы от бога и победили их ибо тот кто в вас больше того кто в мире аверки до 2 октября однажды дьявол желая искусить аверки принял в себя вид женщины и приступил к святому прося у него благословения взглянул на лицо беса и святой хотел отвернуться от него но в это время задел правой ногой за камень и повредил ее так что на голенье образовалась язва перенося сильную боль святой стоял не издавая ни одного стона лишь держался рукой за то место где была язва дьявол рассмеялся и приняв свой обычный вид сказал святому не считай меня одним из тех ничтожных и незначительных бесов которых ты изгонял я старейшина их вот ты принял от меня язву исцеляя других от болезни ты сам ныне болен я новогородский 7 сентября я воскрешетал зубами своими на архиепископа говоря так как ты рассказал тайну то наведу на тебя такое искушение что будешь ты осужден всеми своими гражданами как блудник и с того времени без божьим попущением начал действительно строить свои коварные козни святителю стараясь лишить его доброго имени вот тут историю сказать раньше он молился когда ты услышал как сзади рукомойник гремит он понял что без он его перекрестил он не может вылезти я полагаю что воду взял огненной лавой он орет сидит выпусти он горит выпущу если меня свозишь в иерусалим и он согласился но пока домолился вышел конек горбунок стоит он у него сел по воздуху как вечера на хуторе близ диканьки то слетал двери отворились храме помолился опять вернулся но бес сказал если кому расскажешь я тебя отомщу но он однажды говорил так прикровенно я знаю одного человека так он даже на бесе летал в иерусалим он показывал людям которые во множестве приходили к иану просить благословения в келье святого разное видение то женскую обувь то ожерелье то какие-либо женские одежды приходящие к архиепископу люди видя сие соблазнялись и стали думать о святом не держит ли он блудницу в своей келье сильно смущались они тем и толкуя между собой о виденном говорили друг с другом человеку блуднику недостойно занимать апостольский престол когда однажды народ собрался и пошел кель из святого бес превратился в девицу которая побежала перед народом как бы удаляясь из кельи блаженного видевшиеся закрещали погнались было за девицей чтобы схватить ее но бес убежал за келью святого и стал невидим услышав народный крик и шум святитель вышел из кельи и спросил собравшись что такое случилось дети мои о чем вы шумите они закричали на него стали бронить и укорять его как блудника схватили его и стали насмехаться над ним эфиме новый 15 октября эфиме взял проводников и отправился с ними на указанную ему гору где нашел действительно овчарню открытые ему свыше признаки указывали что именно здесь нужно искать развалины прежнего храма но никто из местных жителей ничего не знал об этом храме местные христиане давно имели здесь овчарню совсем и не помышляя о том что оскорбляют ею местную святыню горько плакал преподобный видя такое попрание святыни значит им раскопки вскоре же обнаружили все основание храма тогда местное население пораженное таким необычайным даром прозорливости пришедшего к ним старца с охотою взяло на себя расходы по восстановлению забытого храма этим она хотела как бы загладить грех своего прежнего равнодушия к нему так воздвигнул был храм святого апостола андрея с пределами с правой стороны в честь святого и она притечи а слева его имя эфимия великого но прежде чем были окончены работы по постройке храма много трудов и горя пришлось вынести самому преподобному по злоумышлению демонов то прокинулись леса крушавшие здания то обрушилась только что выведенная левая сторона его при таких несчастьях нелегко было преподобному убеждать строителей продолжать начатую перестройку бесноватых отчитывают когда над ними священники читают заклинательные особые молитвы в требник нужно срочно внести новые молитвы как молиться об одуращенных попами о людях на которых они навели по обращению ума паморок что люди ничего не хотят читать из священного писания но довольствуются крещенской водой купания в проруби ордане священство убило в народе евангельскую веру понятие рождения свыше это я пояснение даю вопрос 1907 может ли быть у христианина страх перед смертью и преступная для него жажда жизни ответ серахов 45 стих у всякого досада ревность и смущение и беспокойство и страх смерти и негодование и распри во время успокоения наложен ночной сон расстраивает ум его полностью страх смерти отсутствует там где она побеждена где есть уверенность что ты переходишь в лучше оси 13 14 от власти ада я искуплю их от смерти избавлю их смерть где твое жало а где твоя победа раскаяния в том не будет у меня страх перед смертью совершенно естественным но и здесь нужна мера не потеря рассудка от страха многие святые пренебрегали этим страхом и шли на смерть как на брачный пир жизнь хороша когда она нефтягость серахов 41 35 о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор от господа на всякой плотью и так для чего ты отвращаешься от того что и благоугодно всевышнему 10 ли 100 или 1000 лет филипписом 1 21 влечет меня то и другое имея желание разрешить себе быть со христом потому что это несравненно лучше жажда жизни должна быть направлена для пользы души и церкви они просто по-мирски и побольше удовольствий захватить вопрос 1908 удалившись от мира погрязшего в пороках сумели ли ушедшие избавиться от кривиты зависти злобы ответ этого было в запасниках так натрамбовала что хватило и до наших дней жена лота вышла из содома но дух содома не вышел из нее выше себя не прыгнешь и от себя не убежишь переменить ту же природу то есть родиться свыше а попытки сделать это через молчание уход от мира это смеха достойно исходила бы от адама который был в полном неведении о своей душе тогда можно было еще понять его метание попытки самоисцеления самовоскрешения а здесь умные мужик как арсений великий и шли на эту подделку своими силами пытались переродить свою природу и песянам 2 5 и нас мертв по преступлениям оживотворил со христом благодатью вы спасены римном 7 24 бедный я человек кто избавит меня от всего тела смерти римном 7 20 23 итак я нахожу закон что когда хочу делать доброе привяжет мне зло ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе божием но в членах моих вижу иной закон противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного находящегося в членах моих даниил столбник 1 декабря в непродолжительное время все бесовское полщище силою божию прогнано было оттуда и народ стал проходить мимо того места без всякой опасности это сделалось известно повсюду и многие из окрестных жителей стали приходить к святому даниилу изумляясь что в том самом месте где было обиталище бесов днем и ночью раздается словословие божие но дьявол ненавидит добро и не желая видеть себя побежденным от святого внушил некоторым из клириков зависть и они начали говорить между собой откуда это он пришел сюда и все идут к нему идут повсюду прославляет его пойдем наговорим на него патриарху чтобы он удалил его отсюда отправившись в патриарху цареградскому анатолию они наклеветали ему на святого афанасий афонский 5 июля в одном иноке они поселили такую ненависть к преподобному что он не желал даже глядеть на него и по действию бесов в нем так возросла злоба что он покушался даже на убийство приготовивший отточивший меч он изыскал подходящего случая чтобы убить преподобного отца а изыскивал как-то раз ночью когда все спали а преподобный пребывал в своей келье в бодрстване на молитве убийца подошел келье святого под предлогом будто имеет весьма нужное к нему слово в то же время он держал под рукой обнаженный меч он стукнул бесстрашно в дверь говоря благослови отче и голосом был голосом якова а руки и савова преподобный же отец будущий праздника кавель не знал что снаружи стоит каин и вызывает его для убийства он спрашивал из келье кто ты и немного приоткрыл дверь убийца же испугавшись отеческого голоса стрепетом упал на землю бог охраняющий верно своего раба внезапным ужасом поразил убийцу его руки ослабли меч упал на землю он сам лежал перед ногами отца распростерты на земле как мертвец видя это преподобный удивился и ужаснулся и поднимал лежащего земли едва придя в себя последний растроганным голосом сказал отцу помилуй меня отче твоего заклатили прости мою злобу который я замышлял против тебя и прости нечестия моего сердца зажегший свечу и увидавший на земле меч отточенный как бритва афанасий разумел замысел инока чадо сказал он как на разбойника вышел ты на меня с мечом но перестань рыдать зажми рот спрячь эту вещь никому не говори о случившемся и подойди ко мне я был облабызаю тебя боже да простит тебе твое согрешение еще один брат подобно первому ненавидя отца изыскивал случай истребить его из среды живущих на земле не знаю же как это устроить он предался бесовским волхвованием и чарованием причинивший отцу много смертельных волшебств и чарований он не имел к своему удивлению никакого успеха случайно спросил некого брата причиняет ли человеку смерть чародейство брат отвечал что благочестимую по-божески живущему человеку не может причинить вреда никакое чарование или волхвование живущий правильно главное препятствие для бесов вопрос 1909 мне нравятся волевые люди в житиях такие примеры как алмазы рассыпаны как они могли преодолевать и болезни и гонения и муки чего начинали ответ в любом деле любовь к тому что перед тобой что делаешь решает все поступившие выноки имели любовь полную безоглядную к этому виночеству и ради этого они претерпевали все были такие в житиях кто искренне любил христа шел на проповедь и умирали за благовестие 1 корейском 13 4 любовь долго терпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится галатом 5 14 22 ибо весь закон в одном слове заключается люби ближнего твоего как самого себя плод же духа любовь радость мир долго терпение благость милосердие вера официальном 42 со всяким смиренно мудрым и кротостью и долго терпением снисходя друг к другу любовью федора священный 16 мая как-то федор стал жаловаться похоже на то что у него сильно болит голова похоже на это сказал ему что верующий человек не должен никому говорить о своих телесных недугах кроме тех случаев когда болезни нельзя скрыть от других но и подобные болезни надо переносить с должным терпением ведь и вольное и невольное страдание составляет как бы ученичество да и вообще нужно умерщвлять свое тело из любви к богу это наставление по хоме преподобный феодор принял с глубочайшей верою и стал уже скрывать от людей ту головную боль которую долго страдал ему пришлось еще двадцать лет выносить эту боль но уже никто не слышал от него жалобы федора посещали другие болезни более или менее продолжительные например боль в ушах лихорадка глазная болезнь он все переносил молча и благодушно но юный подвижник совсем был чушь пристрастия к родным по плоти он пащани почти не существовали для федора они не могли отвлечь его от любви к пахоме и монахам вопрос 1910 одна из самых необычных заповедей данных христов была молитва за врагов за обижающих но исполняется ли она и усвоена ли была монахами всеми верующими или они также хотели бы видеть своих врагов в гробу ответ заповедь это исходит не из природы так как нигде в природе нет таких отношений это сверхчеловеческая заповедь и ее не выполнить никому если не поможет христос он молился за распявших его когда находился между небом и землей вися на кресте но мы молимся за врагов не только так как бы хотелось неверующим чтобы им из изобилия сыпались и блага или скорби но просим владыку чтобы он обратил их на покаяние любыми ему одному ведомыми способами и путями и бог иногда через перемену положение через скорби потери ведет и к осознанию вины их и к спасению через принятие христа через уверование в него матфея 5 44 а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас случается что мера беззакония какого-то врага божия перехрестся через край и тогда вопли верующих достигает господа саваофа даже если молятся прямо об удалении этого нечестивца исаики исповедник 30 мая и было то время великий плач и великая скорбь среди христиан которые все дни и ночи молились ко господу прося его милостердиться над своей церкви святою и сотворить праведный суд и отмщение нечестивому царю то есть молились о смерти вопрос 1911 нужно ли верующим считать что-то кроме библии или среди нас нужны люди знающие современной науки ответ самый благоприятный случай по этому вопросу когда знающий человек грамотный со степенями научными уверует во христа точно по писанию и придется старым багажом когда эти знания уже полученные в той прошлой бестолковой жизни теперь он этими знаниями и воспользуется как мудрый богач матфея 13 52 он же сказал поэтому всякий книжник наученный царству небесному подобен хозяину который выносит из сокровищницы своей новое и старое василий великий 1 января василий настолько увлечен был науками что часто забывал даже сидя за книгами о необходимости принимать пищу сильвестр 2 января заметив что некоторые члены клира забыли об обязанностях своего служения и занялись светскими житейскими делами он снова заставил их возвратиться на служение церкви и при этом издал постановление чтобы никто из посвященных не занимался торговыми делами интересно торговля запрещена он же установил для римских христиан новое название дней седмицы римляне в то время первый день который мы называем неделя называли днем солнца а остальные дни именовались у них днями луны марса меркурия зевса венеры сатурна глушаясь нечестивыми именами языческих богов сильвестр повелел называть первый день совершилось преславное воскресенье господа нашего из мертвых проще же не так как и ныне именуют их римские христиане сделал также он постановление о том чтобы христиане держали пост только в одну субботу в которой христос умер и сошел в ад чтобы разорить его и извести оттуда прародителя нашего адама вместе с другими правоцами проще же субботы поститься запретил вопрос 1912 назначение поста какое должно быть почему такое значение придавали отшельники посту ответ плоть была объявлена врагом а с врагом и нужно было поступать соответственно о том что когда побежденной страсти тело служит храмом и деятельность его направлено на созидание об этом они уже или не знали или забыли полторы тысячи лет назад тому назад тысячи лет ривеном 8 7 потому что в плотские помышления суть вражда против бога ибо закону божию не покоряются да и не могут а изречения христа радости с воскресшим женихом монахи не слыхали они укоряли себя за масло растительные в первый день пасхи и еще горши плакали когда ученик налил масло и успокоились только тогда когда пищу промыл тщательно от масла матфей марк 2 19 и сказал им иисус могут ли поститься сыны чертога брачного когда с ними жених да коли с ними жених не могут поститься и он прозорливый 27 марта тогда когда ему исполнилось 90 лет тело его было столь истощено подвигами поста что у него не росла даже борода он ничего не вкушал кроме плодов древесных и то по захождению солнца от юных лет привыкших постничеству он и в старости никогда не вкушал ни хлеба никакой другой приготовленной на огне пищи слава иисусу христу